В пятницу пройдут несколько встреч представителей еврозоны, и им есть о чем поговорить. В июне наступает крайний срок решения ситуации в Греции, а ЕЦБ продолжает прикладывать все усилия для повышения уровня инфляции. Со мной на связи доктор Эндрю Лилико из Europe Economics. Добро пожаловать, Эндрю. Ступор в переговорах между Грецией и ее кредиторами угрожает европейским акциям. При этом ЕЦБ уже начинает терять терпение. Экстренный правительственный комитет, который был создан в понедельник, объявил о планах Греции получить финансы от государственных предприятий. Как вы считаете, сможет ли Греция полностью погасить очередной долг перед МВФ? В реальности ситуация в Греции обстоит так. Для того, чтобы выполнить все свои долговые обязательства, в частности долговые обязательства перед МВФ, в течение нескольких следующих месяцев, им, безусловно, понадобятся те средства, которые составляют антикризисный план для Греции, которые подготовили европейские кредиторы. То есть, по сути, еврозона и МВФ должны дать Греции денег для того, чтобы она смогла выплатить долги перед еврозоной и МВФ. На данный момент, мне кажется, проблематично предсказать, смогут ли они договориться обо всем вовремя. Главный повод для беспокойства среди европейских инвесторов состоит в том, сможет ли ЕЦБ успешно профинансировать экономику Греции и при этом гарантировать повышение уровня инфляции. На данный момент уровень инфляции в еврозоне составляет минус 0,1%. Как вы полагаете, сможет ли ЕЦБ повысить уровень инфляции? Пока что программа КС от ЕЦБ была довольно успешной. Она способствовала усилению уверенности инвесторов и усилению экономической активности в различных странах. Также в последнее время существовал целый ряд факторов, которые способствовали снижению уровня инфляции. Это такие факторы, как, например, цены на нефть, которые уже постепенно начали восстанавливаться. В целом, я считаю, что уровень инфляции в еврозоне повысится в течение следующих нескольких месяцев. Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне продолжает расти. На этой неделе он достиг отметки 64,8. Также в конце недели будут опубликованы данные об уверенности потребителей и об объёмах промышленного производства. Как вы считаете, эти данные будут положительными? И какое влияние они окажут на пятничную встречу представителей еврозоны? Я думаю, что программа КС от ЕЦБ была довольно успешной. Она способствовала усилению уверенности инвесторов и усилению экономической активности. Возможно, какая-то из этих публикаций и будет не совсем положительной. Но, тем не менее, общее усиление уверенности и экономической активности будет способствовать усилению оптимизма в экономике. И, скорее всего, эти данные будут оставаться положительными в течение нескольких следующих месяцев. Я думаю, что на встрече представителей еврозоны также будет подчёркнут этот момент. Эндрю, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукэскопе ТВ. Всего доброго.